Не став кинорежиссёром, Хидео Кодзима перенёс мечты далёкого детства в игровую индустрию. Все его игры отличают качественный сюжет, высокая проработка вселенной и персонажей, великолепная музыка, пристальное внимание к каждой секунде экранного времени и максимальная близость к кино. Многие его персонажи списаны с известных киногероев. Образ Солида Снэйка появился под влиянием Снэйка Плискина из культового «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера. Джиллиан Сит из «Снэчер» очень напоминает Декарда из ещё более культового «Бегущего по лезвию бритвы» Ридли Скотта, а Джонатан Ингрэм и Эд Браун вылитые Рикс и Мертокс из «Смертельного оружия». Кодзима всегда старается дистанцироваться от предыдущих работ, поднимать разные философские вопросы и вообще создавать игры резкой, но и тематики. Даже между различными частями МЖС разница огромна. Он легко может стать Майклом Бэем и снять стильнейший боевик, затем перевоплотиться в Джорджа Лукаса и сотворить настоящую эпическую сагу, а затем, как ни в чём не бывало, пойти и поставить драму. Вообще, Хидео Кодзима так себя и величает – режиссёром. Сейчас его имя – своеобразный бренд. Бренд, гарантирующий качество, изысканный стиль и оригинальный подход. Ни одна игра Маэстро не имеет прямого аналога. Очевидцы утверждают, что даже достигнув таких высот, Хидео остался весьма скромным человеком. Он задерживается на работе допоздна, когда это нужно, не прочь раздать автографы поклонникам и всегда принимает во внимание то, что те ему говорят. Недавно Хидео сдал свой пост вице-президента Konami и теперь полностью посвятил себя любимому делу – созданию видеоигр. МЖС-4 станет последней игрой сериала за авторством Кодзимы. Чего ещё насочиняет легендарный сценарист, дизайнер и режиссёр, остаётся только гадать.